Продолжаем нашу работу. Приветствуем всех тех, кто недавно включил свой радиоприемник и настроился на нашу волну. Сейчас, вашему вниманию, следующая передача «Церковь и культура». Как всегда, у микрофонов ведущий Ярослав Дмитриевич Дерденко и Ярослав Петрович Маковский. Вы можете звонить, участвовать в этой программе и звонить к нам в студию по телефону 916-429-7635. Эрия, код города Сакраменто 916. Также к нам можно звонить по скайпу, имя в скайпе iBradTV. Итак, приветствуем вас, братья, в нашем радиоэфире, и мы готовы вас внимательно слушать. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня только вдвоём, в нашем прежнем составе. И сегодня мы ещё решили продолжить незаконченные мысли, которые мы предлагали вам раньше. Если вы помните хронологию Духовного мира, и мы тогда говорили вам, что вот когда мы её завершили, вдруг мы сообразили, что мы этой хронологией вторгаемся в мировоззренческую область, то есть в философию современного мира, потому что философский вопрос по сегодняшний день не решён. Я тогда воспользовался очень мне понравившееся выражение, название книги Джона Маккартура «Битва за начало». Действительно, камнем преткновения и самым сложным вопросом является этот вопрос «Начало». Начало мироздания, начало человеческой цивилизации, начало Вселенной. И если вы помните, мы изложили в нашей хронологии в соответствии с библейскими данными, которыми мы располагаем. Опять-таки, наверное, нельзя утверждать, что всеобъемлющие изложения, потому что я думаю, что есть ещё очень много скрытых мыслей, которые прошли, мимо которых и мы прошли, не заметили. Но хотя то, что мы заметили и изложили, оно, на наш взгляд, вырисовывает очень такую цельную картину. Цельную картину, по крайней мере, того, что касается нас, землян, человеческой цивилизации здесь, на Земле. Вы знаете, что существует мнение, и сейчас наука бьётся за тем. Кстати, и некоторые... Ну, не то, что течение, некоторые богословия, так выразимся, а может быть, даже и большинство богословов считают, что есть и иные цивилизации, кроме земных цивилизаций. Хотя я тогда высказывал, не знаю, как Ярослав Петрович, я считаю, что человеческая цивилизация уникальна во всей Вселенной, кроме духовного мира. Духовный мир... Мы с этого и начали нашу хронологию, что духовный мир существовал ещё до тех... до того момента, до того мгновения, в пределах вечности безначальной, бесконечной, до того ещё предела, когда Господь решил создавать материальную Вселенную. Так современная философская наука, которая мы сформулировали, что это натурализм, что это фактически материализм, что это по тем нашим прежним понятиям марксистско-ленинская философия, которая начало видит ближе, чем мы начали. Потому что мы начали из наличия духовного мира, который существовал до материальной Вселенной. Материалистическая точка зрения начинается с момента образования материальной Вселенной. Они утверждают, что материя вечна. Материя... Материя вечна и постоянно в движении. И вместе с тем, значит, никто, ни одна философская позиция, ни одна философская система не может сказать, что вот такая материальная Вселенная, которую мы наблюдаем сегодня, что она была такой. Что было, не знаем. Для того... Говорят, что Вселенная... Никто не утверждает, что Вселенная была таковой ранее. Естественно, она как-то сформировалась, но сама материя... Она переходит из одной формы в другую, и, конечно, в итоге в результате... Началом той формы, которую мы сегодня изъясняем, это большой взрыв. На сегодняшний день это официальная точка зрения, научная точка зрения атеистической философии. Большой взрыв. До большого взрыва, да, мы говорим. Вы видите, кто-то из них рассматривает теорию большого взрыва, кто-то говорит, вот я делал выписку из энциклопедии, а они просто здесь написаны... Написано, что они признают то, что материя существовала, и начало материи не существует. Поэтому кто во что верит. А дух и интеллект, это является продуктом этой самой материи. В результате борьбы противоположностей материя все развивалась, 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 ну и вот достигла до человека, дошла до человека, а в результате дальнейшего развития, что будет дальше, через многомиллионах лет назад, наверное, еще больше. Еще более интеллектуальных существ, наверное, появится. То есть появится догонный мир, да? Нет, материальные интеллектуальные, они же не верят духовно. Ну, подобно тому, как холодильник производит холод, точно так и материя производит разум. И разум является продуктом. Ну, даже с этих позиций мы пытались сравнить в прошлый раз. Даже вот, слушая атеиста Маковского Ярослава Петровича, так все-таки от имени... Я говорю, это я шучу. Вот. Значит, мы утверждаем, не мы утверждаем, а у нас мы строим свои познания на фактическом источнике знания, потому что Библия от ее самого начала и по сегодняшний день является источником знания. Видите, дело в том, что материализм в том виде, который существует сейчас, и мартинвизм как наука, возникло примерно в XVII веке. Это, конечно, об этом думали и раньше, но сформировалось, полноценно сформировалось. Примерно в XVII веке Маркс и Энлис ее довели... Ну, оформили, да, до философской кондиции. До философской кондиции появился диалектический материализм и так далее. Но, тем не менее, что я хочу сказать, что... Я хотел вставиться. Дело в том, что философы до нашей эры, ведь они тоже стояли фактически на материалистических позициях. Видите, что я хочу подчеркнуть. Дело в том, что... Если философы древних времен, которые приходили к идее материализма, фактически были выходцы из... Ну, выходцами... Из религиозной среды? Да, из той религиозной среды... Того времени. Этого времени, то есть не христианскую среду... И не иудейскую. И не иудейскую. Языческую. Да. Может, он не мог это вспомнить слово. Это были выходцы из языческой среды, которые... Фактически знания о Боге были полностью утеряны. И люди рассуждали о сущности бытия и приходили к разным идеям, и разные мысли их постигали. И здесь их ещё к чём-то понять можно. Но когда материалист сформировался как философия, он уже формировался в христианских странах людьми, которые прекрасно знали о Боге. И он формировался уже... Конечно, возможно, они брали какие-то идеи тех философов, которые вышли из языческой среды. Они использовали их идеи. Но он формировался уже как наука, противостоящая... Это уже была воинствующая философия. Воинствующая философия, противостоящая вере в Бога. Естественно, Маркс и Энглиц довели её до кондиции, а Ленин ей воспользовался. Ярослав Дмитриевич, насколько я знаю, приготовил статью о Владимире Леонидовиче. Да. Но мы сейчас... Всеми любимого ранее. Но я хочу закончить уже свою мысль. Да, пожалуйста. Просто, видите, когда приходит диктатор власти, он метит ни больше, ни меньше, как стать Богом. Поэтому все остальные... По крайней мере, мировое господство. Мировое господство, да. Все остальные поклонения другим, то ли божествам, божкам, богам и тому подобное, отвергаются, дабы поклонялись ему. Поэтому Владимир Ильич довёл уже до кондиции эту науку, подстроил её под политическую подоплёку. И для того, чтобы смести всё остальное на своём пути, если кто помнит те времена, вот, а ещё многие из нас их помнят хорошо, тогда была нетерпимость к любой религии. Не только к христианской, но и к иудейской, и к мусульманской, и ко всем остальным. Да, здесь такая деталь, что, в принципе, отрицалось духовное начало. Да не только духовное, даже те религии, те вероисповедания, которые в основе не имели, такие, как языческие, духовное начало, буддизм. Ну, тоже, тоже духовное, так сказать. Мало. Это же отражение духовное. Да, убралось практически всё. Дабы был единый Бог, которым, ну, Сталин эту идею уже довёл до совершенства, ну, на сегодняшний день в мире это только Северная Корея осталась, которая проповедует единую религию и религию своего руководителя. Вот, и там он является и Богом, и Солнцем, и кем угодно. И они его прославляют всячески. Притом прославляют очень профессионально и красиво, нужно заметить. Но при коммунизме тоже было красиво. Да, при коммунизме тоже было всё красиво. Поэтому материализм стал основой для всего лишь основой, научной основой, лучше сказать, наверное, псевдо-научной основой для отвержения, для уничтожения всякой мысли о существовании Бога, о всякой мысли существования какого-либо Бога. Даже языческих материализм не терпит даже языческий Богу. А когда нет Бога, тогда, естественно, когда нет идеала у людей, а люди не могут жить без идеала. Как правило, человек пользуется общественным умом и общественным идеалом. Тут же отвержение всего и подстановка другого идеала в виде Ленина, в виде Сталина, в виде Ким Чен Ира на сегодняшний день в Северной Корее и тому подобное. Все мы это знаем, все мы через это, большинство из нас через это прошли. И тем не менее, опять же, всё это временно, я думаю, что... Видите, материализм в чистом виде, в том, которым он был ещё 50 лет назад, практически перестаёт существовать на данный момент, потому что он не испыт... Потому что не под... Ну, как бы... Ну, нельзя сказать, что он перестаёт существовать. Наоборот... Он меняет форму. Он сегодня... Почему мы, собственно, затеяли вот это сравнение? К сожалению, он сегодня находит, как говорится, подтверждение... Научное, в кавычках, конечно, научное подтверждение. И сегодня официальная позиция так называемой истинной науки, чистой науки, зиждется на материальной, на материализме. Ну, я бы не сказал, что на чистом материализме. Видите как, сейчас нет такого гульного отрицания высшего разума, нет отрицания Бога, но в вопросе... Нет, это только вопрос толерантности. Все учебные заведения, все светские учебные заведения, что сегодня нас, собственно, пугает, что все светские учебные заведения стоят на позиции оголчелого материализма. Вот что страшно. Они не столько на пути материализма стоят, сколько стоят на пути дарвинизма. Ну, так это же и есть материализм. Ну, не совсем. Видите, материализм полностью отрицает единое начало всемогущества Бога и духовную сущность. То есть дарвинизм, они не настолько сейчас огульно отрицают существование Бога, как развитие человека. Откуда взялся человек? Нет, это ветвь. Это ветвь, которая якобы каким-то образом хотя бы как-то объясняет, откуда и как появился человек. Потому что научных знаний других нет. А дарвинизм целиком – это основа... Почему мы сегодня говорим? Сегодня в любой государственной школе, причём что в Европе, что здесь в Америке, ну, кроме, наверное, исламских стран, где ислам, вот, там всё-таки... Ну, там нематериализм. Там, я же говорю, там идеализм в своём, в своей форме, вот. А здесь почему мы говорим, что сегодня есть смысл для нас, потому что наши дети, наши внуки, наши поколения, которые, зная цену материализма, вот, как ты напомнил, цену материализма на практике, сегодня детей учат этому материализму, и он вывернется... Почему мы вот сегодня захотели ещё раз возвратиться к этому? Потому что он не может... У него нет другой основы. Он вывернется тем... тем той формой материализма, которая фактически является скрытой формой религии, то есть культ личности. Ну, естественно, что материализм – это и есть религия. Но, видите, на сегодняшний день уже, не знаю, на мой взгляд, по крайней мере, нет вот того чистого материализма. Вот сейчас культивируется что-то новое, потому что ещё не придумано ничего, кроме материализма, что может противостоять вере в Бога. Вот. Но огульно... Вот недавнее выступление Хиллари Клинтон по поводу... по поводу несчастных этих событий в Ливии, да? Вот я прослушал её выступление, она довольно недлинная. Она, по-моему, три раза, три, а может, даже и четыре раза упомянула имя Бога. Вдруг почему-то резко вспомнила. Хотя, насколько мы знаем, нынешнее руководство Соединённых Штатов о Боге вспоминает очень редко. Но, тем не менее, фальшивый какой-то материализм сегодня. У нас он был как-то почище, пожёстче. Да, но что, почему, скажем, меня этот вопрос как-то затрагивает? Потому что количество людей, которые себя идентифицируют как атеистов, в Америке растёт. И я думаю, что ни второстепенные, ни третьестепенные, так сказать, положения занимают общественные школы, которые зиждятся вот именно на натуралистической позиции, вина марксистской не употребляется, а употребляется чисто материализм. Кстати, и материализм в том плане, как мы привыкли, тоже как-то не очень фигурирует, скажем, сейчас в нашем быту. Но, в принципе, это тот же самый материализм, которому придаётся основное значение. И, наверное, отрицание, скажем, религии, отрицание Бога. Я думаю, что это не только из-за христианства, а, в принципе, школа отделена от религии, религия от школы, от государства. Так как школа государственная, то там запрещают даже в любой форме проявления религиозных... Вот в том-то, на мой взгляд, в этом и существенная разница между материализмом, который был у нас, и материализмом, который здесь, в Америке. У нас материализм использовался для создания культа личностей. Здесь культа личностей нет, и пока, слава Богу, не предвидится. Не знаю, как дальше, но пока не предвидится. Здесь материализм используется как некая форма смирения всех религиозных течений, всех религиозных конфессий. Потому что в школе собираются ученики, некоторые, сейчас же много исламистов сюда приехало, некоторые с ислама, исламистского понятия, индуисты, конфуциане, христиане различных течений, которые не мерятся между собой. Поэтому чем проще иметь что-то одно? А вот материализм, он такая наука, как нынешний материализм, американский материализм, он такая наука, которая не даёт развиваться, не даёт войти в школу ни одному из этих течений. Потому что если какое-то течение начнёт доминировать в школе, то, естественно, проявится конфронтация. А материализм противен всем. И в то же время он всем и... Все на нём остановились. Все на нём остановились, дабы не вывести в школу какое-либо преимущество, не дать в школе преимущество какому-либо религиозному течению. Поэтому, на мой взгляд, всё-таки американский материализм, хотя он и существует... Сносный. Он сносный. И он как форма защиты, межконфессиональной защиты внутри школы. Так, пожалуйста, кто-то нас хочет поправить или дополнить. Пожалуйста. Приветствую, милая Ярослав Дмитриевич, Ярослав Петрович, это Лия. Благослови вас Бог. Философ Лия Михайловна. Да, просто Лия. Мои любимые дети Божьи, как хорошо, что вы о истине говорите, свидетельствуете. И вот я только минут 20 зашла, и слышу голоса вас, Ярославы, милые. И вот небольшое стихотворение, ради Христа я расскажу. Божественная власть. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Иоанна 5, 27. Вы, академики, знаете это. Иоанна 5, 27. Его божественная власть, необозрима всемогуща, Ему единому присуща, и не страшна нам ада пасть. И смерть, и жизнь в его руке. Бог чередует день, дни и ночи, его недремлющие очи. Все видят в сердце тайники. Бог призовет нас страшный суд. Свой день и час, и неизменно восстанут мертвые и скленно, и все отчет пред ним дадут. И все земные суесловы, что были с истиной в борьбе, рвать будут волосы на себе. Услышав приговор, суровый, колено храбрых задрожат, и руки сильных ослабеют, устрелы Божьи пламенеют, в отмщение скоро полетят. Аминь. Аминь. Спасибо. И Бог, дети Божьи, продолжайте говорить об этой истине. Бог предиряет. Спасибо, Иеруслан Дмитриевич, что вы есть, Иеруслан Петрович, и Игорь, и Радьева. Аминь. Спасибо. Вообще цель нашей беседы вот сегодня – еще раз убедить себя, ну, и слушающих, конечно, в праоте теории креационизма. Ее жизненности, всеобъемлемости. И мы, как говорится, вот так смело заявляем, что именно креационизм, ну, теория творения, если проще говорить, Библия во всей своей целостности от начала и до конца. Причем я понимаю, что нас и иудеи слушают. Я понимаю, как они не восприемлют, скажем, вторую часть Библии, то есть новозаветнюю часть христианства. Но именно часть вторая, вот христианская, которая заканчивается откровением Иоанна Богослова, она ставит точку над «и», ставит точку над человеческой цивилизацией. Если Библия с первой своей страницы дает чёткие, верные, самые верные, мы смеем это утверждать, данные о начале, о смысле материального мира, да, о конце, как раз говорит, о конце Тора, пророки, псалмы, как-то мало об этом говорят. Есть эти пророчества, есть даже это пророчество не о самом конце, по нашим понятиям, а пред тем, что предшествует окончательному концу. То есть золотой век, золотое тысячелетие, оно очень ярко описано в пророках, и евреи надеются, ждут этого, и мы вместе с ними ждём, а не с нами. Но откровение даёт ещё дальше, даёт последние, как говорится, штрихи существования и человеческой цивилизации, и материального мира как такового. Поэтому мы говорим о величии, о значимости теории творения. И это то, что касается самой материи. Но и то, что касается конкретно человечества, человека, эта теория или это философия, как угодно, это мировоззрение, оно даёт чёткий и однозначный ответ каждой личности на фундаментальные философские вопросы. Откуда, куда и зачем? Это вопросы, между прочим, рождённые не нашим временем. Это вопросы, которые философами ещё до нашей эры эти вопросы возникали и обсуждались ещё тогда. Отсюда и происхождение всяких богов и башков. Все же задавались вопросом, откуда произошло. Ну, некоторые говорили от этого деревянного бога, некоторые от крокодила, некоторые ещё от медведя, ещё от чего угодно. Некоторые говорят от этого. Ну, всё-таки, Расад Дмитриевич, нам надо всё-таки, на мой взгляд, сузиться к христианству. Вот вы говорите, что теория креационизма, теория творения. Библия, коротко говоря, Библия. Ну, вот так надо говорить всё-таки Библия. А я сказал... А Коран же тоже... Что? Коран же не материя исповедована. Насчёт Корана, спасибо тебе. Что лучше? Коран весь выдернут с Ветхого Завета, с иудаизма и часть из Нового Завета. Ну, вы мне это доказывать не должны, я это и сам прекрасно понимаю. Это конгломерат. Попробуйте, докажите что-нибудь вот с этим миллионам мусульман разорённых. Мы говорим о письменных источниках. Значит, Библия, это сколько? Полторы тысячи лет до нашей эры и две, где-то три с половиной тысячи лет, как существует этот письменный источник. Да? Коран написан в седьмом веке нашей эры. Причём, скажем, когда мы читаем Коран, сопоставляем, там всё время ссылается, всё время ссылается, только переворачивает, ссылается на Тору, ссылается на Ветхозаветные книги и на Новозаветные тоже. Ярослав Дмитриевич, надо всё-таки, ну, наверное, позволить, я сказать, уважать их понимание понимание или непонимание. Мы сегодня говорим о источнике, о письменных источниках, духовных источниках, которые существуют в мире. Мы сегодня говорим, значит, сегодня в Коране нет такого, такой чёткой классификации, такого чёткого ответа на оконце Вселенной, оконце человека. Ну, сама они так не считают. Ну, я же говорю, что я не так, я говорю не так чётко. Да, отражают, отражают, но искажённо. Ну, по крайней мере, не так, как Библия отражает. Значит, очень многое перекликается, но со своим углом преломления, и, как говорится, история потом рассудит. Мы сегодня выступаем и от имени христианства, от имени библейских оснований, потому что, ну, опять-таки говорю, значит, эта книга, эта книга написана, ну, это мы повторяемся, все верующие люди знают, что это книги не плод человеческого ума, что это откровения, духовные откровения, откровения начальника жизни, творца Вселенной. Поэтому они вот такие, будем так говорить, все согласованы, несмотря на 66 или больше книг, вот, и несмотря на то, что столько авторов, сколько там авторов, я уже не помню, писали её, и во времени, сколько времени она писалась, вот. Поэтому сопоставление этих концепций, почему мы настаиваем? Потому что мы верим в истинность этого, и мы хотели бы, чтобы любой человек, который занимается этим вопросом, чтобы он хорошо взвесил для себя. Ошибиться в этом вопросе страшнее нельзя придумать ничего. Страшнее нельзя ничего себе придумать. Сегодня, это мы уже немножко говорили об этом, так? Мы сегодня опять в апологетику немножко так возвратились, но я хотел, основной побудительной причиной сегодняшнего разговора, я хотел использовать материал, который сегодня, он нейтрален, сегодня нас никто не осудит, потому что это уже общепризнанно прожитыми, проживающими и доживающим поколением. Скоро уже не останется личных свидетельств того, через что прошло человечество. Наша газета, Сакраменская газета, диаспора, 19 августа 2012 года, обвиняемый Ленин. Вот такая статья. Краеугольным камнем лининизма является возбуждение социальной розни и пропаганда неполноценности людей по признаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология допустимости использования крайних мер для получения желаемого эффекта. Аморальный принцип. Цель оправдывает средства. Ну, наверное, опять-таки, старшие поколения очень хорошо знакомы с этой формулой, что цель оправдывает средства. Доктор исторических наук Владимир Лавров, используя директивы самого Ленина, опубликованные в различных официальных изданиях, представляет доказательства преступлений против человечности, не имеющих срока давности. Мы не это имеем в виду. Мы не собираемся выступать с судьями. Но просто почему, скажем, я вижу смысл сегодня это прочесть? Потому что при всей красивости, при всей, казалось бы, доказательности философии материализма, почему-то практика её очень уж аморально. Так вот, мы воспитаны, так сказать, на вершине этой философии, а основанием этой вершины был вот любимый нами с детства, при котором мы жили, перед которым мы преклонялись, перед которым сегодня ещё преклоняются. Я только отдельные... Здесь много документов. Отдельные документы, касающиеся именно... Которые показывают вот такую очень, очень неблагопристойную сторону, тыльную сторону, скрытую сторону самой философии. Потому что философия определяет практику. Такое выражение, что очень удобно для борьбы сверху. Там бомбы, там камни, там всё прочее. И так далее. Или кислот для обливания полицейских. Религия опум и сивуха. Религия есть один из видов духовного гнёта. Религия есть опиум народа. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитализма топят свой человеческий образ. Наверное, мы хорошо помним эту формулировку. Бог есть труположество. Такое заявление. Всякий, Боженька, есть труположество. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком Боженьке, всякое кокетничание с Боженькой есть невыразимейшая мерзость, самая опасная мерзость, самая гнусная зараза. Ваш Владимир Ильич. Это было ещё в 1913 году сказано. Да, тут есть даты и наименование документов, которые, откуда вы, вот эти выдержки я читаю. Тут такой подзаголовок, это уже от редактора, от автора, вернее, статьи. Полуумному Николаю II отрубить голову. И как это звучало в документах. Надо отрубить головы по меньшей мере сотни романовых. Это 8 декабря 1911 года. Как Николай, слабоумный Николай Романов, идиот Романов, изверг-идиот Романов и так далее и тому подобное. Это уже здесь 11-е, 17-е, 18-е годы, как отзывался Ленин, и как кончилась судьба этого человека. Расстрелять интеллигентов. Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть. Богатым и прикрепателям, буржуазным интеллигентам с ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят тюрьму, в другом ставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их подбытии карцера с жёлтыми билетами, в четвёртом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. 917-й год. Это уже при завоевании власти. Беспощадный террор против попов. Пенза, губы с полком. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Август 918-го года. Это всё выписки из документов. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше ста заведомых кулаков, богатеев, кровопись. Опубликовать их имена, отнять у них хлеб, весь хлеб. Ваш Ленин. Это документы подписывал. Необходимо уничтожить Казань. Это было письмо Троицкому. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление. Ленин 10 сентября 918-го года. И в таком же духе расстрелять почитающих святителей Николая. Мириться с Николой глупо. Надо поставить на ноги все чека, чтобы расстреливать неявившихся на работу из-за Николы. Декабрь 919-го. Тоже подпись Ленин. Ещё одна интересная тоже. Наказать Латвию и Эстонию. За что? Принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Истландию военным образом. Например, на плечах Балаховича перейти где-либо границу на одну версту и повесить там сто тысячу их чиновников и богачей. Такие методы. Ленин, 920-й год. Перевешиваем попов. Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Зержинским. Под видом зелёных мы потом на них и свалим. Пройдём на 10-20 верст и перевешиваем кулаков, попов, помещиков. Премии 100 тысяч рублей за повешенного. Ленин, 1920-й год. Библию на макулатуру. Из числа книг, пускаемых в свободную продажу в Москве, изъять порнографию и книги духовного содержания, отдав их в главбум на бумагу. Я не всё подряд читал. Я читал то, что касается религии, то, что касается интеллигенции, то, что вообще касается образа поведения самой прогрессивной материалистической философии нашего уже прошлого века. Но это наше поколение прожило. И что страшно, что меняются формы материалистического мировоззрения, меняются формы, но методы не меняются. Вот что страшно. Не меняются методы. И если мы вспомним историю, которая была... Наверное, нужно начинать от самого Каина, да? Вся история, начиная от Каина, брата-убийца, и по сегодняшний день, к сожалению, по сегодняшний день, дорогие друзья, почему страшно? Страшно господство, тайное, прикрытое этой материалистической философией, материалистического мировоззрения. Потому что фасад, как вы понимаете, фасад приукрашен, фасад облагорожен. Но если говорить так основательно, то мы понимаем, что фактически фасад, как это ни странно, выставляется библейский. Потому что нравственно, этика, поведение человека, человечества фактически наиболее детально, наиболее последовательно и обоснованно, изложено в иудео-христианской нравственности. И вся материалистическая философия, материалистическая теория, атеизм фактически оперирует этими нравственными категориями. И спрашивается, почему? Если материя первична, то тогда, наверное, нужно всё-таки поклоняться Фрейду, который говорил, что всеми жизненными процессами, душевными, вот, руководит материя, то есть чувство. То есть, что хочет человек, вот это должно им двигать. Но вы же понимаете, что это убогая позиция, и она себя изжила. Сегодня, как научные, так сказать, ветвь, она фигурирует, ещё на неё ссылаются, но фактически это же это не основание, потому что, когда люди теряют духовное начало, когда люди живут по материальным, материалистическим, по животным законам, то это уже не люди, а нелюди. То, что мы сегодня наблюдаем, то, что мы сегодня наблюдаем и в военных процессах, и то, что мы в социальной среде наблюдаем. Сколько, я не знаю, кто слушает какие новости, но, скажем, когда мы слушаем новости по Америке, то специально есть выпуски, которые рассказывают о том, что произошло за каждые сутки. И только вот это переслушать, и то становится жутко, потому что это же с кем-то, это же где-то, это же, ну, хорошо, что ещё не со мной, не с нами сегодня. А, в принципе, это же плод вот этого атеизма, плод безбожия, плод всё-таки отсутствия вот этой нравственной почвы. – Чувство безнаказанности. – Ну да, не просто чувство, для того, что безнаказанность – это средство преодоления, будем так говорить, нравственных основ. Люди перешагивают сначала нравственные границы, а потом перешагивают уже и границы боязни или не боязни, так сказать, государственных или общественных каких-то регламентаций, регламентов, законов и всё прочее. Вот. Почему, мне кажется, важен этот вопрос? Опять-таки, мы не политики, мы не философы, мы и радио нашей христианские, мы беспокоимся о нашем, последующем наших поколениях. Мы сегодня беспокоимся о том, чтобы продолжилась, продолжилась, продолжилась вот духовная основа жизни человека, потому что мы понимаем, что то, что происходит сегодня даже в верующей среде, это потому, что преобладает фактически бездуховность. Люди, которые вроде бы придерживаются, по крайней мере, посещают религиозные заведения, посещают церкви, именуются даже христианами, но они же далеко не живут по этой философии, по этому мировоззрению. Они же фактически нарушают все нравственные барьеры, все нравственные установления, которые предлагает, я хотел сказать, диктует. К сожалению, а может быть и к счастью, ничего Библия не диктует. Библия говорит, если так, то так, если не так, то будет так. Только и всего. Она констатирует какие-то нравственные границы поведения человека. Если будете делать добро, будет то, если будете делать зло, будет то. Но, по крайней мере, есть вот эта духовная опора для человека, который признаёт духовное начало. Вот почему очень важно воспитание молодого поколения, да и каждого самих себя, не на материалистических позициях. Всё-таки не деньги должны определять, не быт должен определять наше сознание, а всё-таки духовное начало должно определять наше сознание и наше бытие, наше практическое поведение. И в этом плане очень, мне кажется, очень важно воспитывать наших, ну, начиная от маленьких деток и до, скажем, и наше пожилое поколение, чтобы мы понимали, что если мы не будем жить по этой философии, по этой теории, называйте это теорией, называйте это мировоззрением, называйте учением, как угодно называйте, но если мы не будем жить по этим канонам, по этим уставам, то наша жизнь, наша жизнь закончится, надо опять прямо говорить, закончиться не той вечностью, которая всё равно придёт. Поэтому мы вторглись в эту область, но мне кажется, что это очень злободневный сегодня вопрос, и не только, ещё раз повторяю, не только для подрастающего поколения, а и для, даже и для преклонного возраста, для тех, которые прошли те, тот путь, которые жили при марсиско-ленинской философии, прошли, боролись, а, к сожалению, сегодня, несмотря на то, что официально атеизм, так сказать, вроде бы не правит, а просто противостоит, но мы понимаем, что уже очень недалеко осталось до того, когда он начнёт править, когда наша позиция окажется вне закона. Сегодня настолько развиваются всякие позиции материалистические или духовные противно христианству, противно библейскому учению, что скоро Библию могут поставить вне закона, и то, что для нас является основанием, то, что для нас является принципом жизни, окажется противозаконным в обществе, в котором мы живём, так как это было в прошлом веке, когда мы жили в коммунистическом обществе, ведь мы там были изгоями, мы там были отсталыми элементами, и, скажем, при культурном, так сказать, обращении, в культурном, письменном изложении мы были пережитками прошлого, и нам отводилось единственное, что мы постепенно вымрем и исчезнем, что, кстати, декларировали, вот, что к какому-то 1980 году вот должен был показан по телевизору, уже телевизор тогда был, последний баптист в великой такой державе, как Союз Советских Социалистических Республик, слава Богу, это не произошло, кстати, это тоже интересный вопрос при этом сопоставлении. Дело в том, что начался какой-то период в человечестве, когда так в видимом измерении показалось, что духовное начало взяло вверх, что вроде бы люди больше стали обращать внимание на духовность человека, на духовный мир, что существует, люди начинают верить в духовный мир, как-то по-своему его трактуют, называют это чем-то высшим, чем-то космическим, чем-то внеземным, фактически апеллируют к духовному миру. А духовный мир – это всё-таки не материализм, это то удивительное явление, но оно удивительное для нас, для, будем так говорить, для тех, кто зиждет своё умозрение, свою философию на Библии. Все экстрасенсы, все всякие целители, всякого рода оккультизм почему-то эксплуатируют христианскую Библию, почему-то эксплуатируют ритуальную часть, или, по крайней мере, пусть она в пыли, но на неё ссылаются. удивительное явление. Почему удивительное? Это всего лишь прикрытие. Я понимаю, почему этим прикрываться? Ну, потому что зло прикрыть злом отпугнёт людей, и невозможно. Зло прикрыть можно только добром, а зло прикрыть злом невозможно, поэтому и пользуются. Но, видите, понятия то разные, и одно дело прикрыть зло, или придать ему какую-то форму, или придать ему какую-то направленность, а другое дело это изъять зло. В том-то и главное отличие настоящего христианства, это когда зло не живёт в сердце человека. И это основной принцип. Если взять ту же самую веру в ислам и религиозную, там, видите, эта религия, она не изымает зло изнутри человека, она его просто перенаправляет от своих к чужим, даже между своими. Иногда они выплёскивают зло друг на друга только из-за того, что по-разному понимают. Хотя псевдо-христианство пользуется теми же самыми принципами. Да. это прикрытие зла или перенаправление зла, которое внутри, но не изъятие зла изнутри. Поэтому, когда говорят, христиане подрались, или христиане ведут войну, это не христиане, это псевдо-христиане, потому что христианин по определению зла внутри не имеет. Это рождённый свыше человек, который зла внутри не имеет, и ни в какую сторону это зло выплютнуться не может. Псевдо-христианство это люди, которые псевдо-христиане, которые имеют зло внутри, но они его или вуалируют, прикрываясь какими-то идеалами, идеал защиты отечества, идеал ещё. Кто-то нам хочет помочь. пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер, братья. Добрый вечер. Я еду по Америке уже на середине Америки, слушаю вашу передачу от начала и много передач уже слышал, правда, неподряд, но тем не менее. Сегодня прозвучала последняя ваша фраза о том, что многие экстрасенсы, маги и так далее, колдуны прикрываются Библией и так далее. Мой вопрос к вам. Если вы можете прояснить или, скажем, высказать своё мнение. Вот в последнее время христианство пользуется таким злом, присуждая учёную степень руководителям и так далее, или те, которые закончили какие-то библейские заведения, учебные институты, университеты и так далее. вот это слово магистр, но оно как-то режет моё ухо, потому что здесь корень-то один, вы понимаете, и Пугачёва когда-то воспевала о каком-то маге и так далее, и эти все дела, но пожалуйста, разъясните мне, объясните, или успокойте мою душу, или как-то проведите такую разъяснительную работу с этими великими нашими духовными лидерами, чтобы не взаимствовали вот это слово, разве нет деблейских вещей таких, это уже и колпати натянули, и мантии черные и так далее, прямо, ну, чуть ли не все, спасибо большое. Ну и вам спасибо, вы интересный вопрос затронули, это, как говорится, ну все равно надо заглянуть в словари, что первично, или маг, или магистр, вот, дело в том, что магистр, это не то, оно используется не только в учебных заведениях, а и в социальной обстановке, насколько мне помнится, магистратура, это было управление городов, вот, что такое, значит, разрешите, мы немножко поковыряемся в словарях, а вообще, очень интересное замечание, что первично, да, или магия, черная ли, белая ли, и если это так, то тогда, конечно, очень жалко наших магистров богословья, правда? Если не докапываться до сути слова, то это обозначение ученой степени, а слово, конечно, режет слух очень сильно, но и все же, я, опять же, не берусь утверждать, надо посмотреть словарь, но все-таки, мне кажется, что магия возникла раньше, чем... Ну, я тоже боюсь, что раньше... Чем это слово. Так я тоже этого боюсь, но просто страшно утверждать. Думаю, что не стоит. попутно, наше время вообще истекло, но я сейчас опять больной вопрос затронул. Значит, как-то я тоже на неприятности нарвался, как мы говорим в русском языке, вот, когда я высказал свое неприятие слова в христианстве лидерство. По-моему, это из... не из Библии выражение, потому что... Это понятие небиблейское. Небиблейское понятие, и, соответственно, смысл этого слова в мире и в социологии, будем так говорить, совершенно иное отличается от того, что должно быть в христианстве. Слу-же-ни-е. Не только лидерство, но, если коснуться слово лидерство, лидер, оно в христианстве появилось сравнительно недавно. Да, да. И появилось именно тогда, когда образовались новые течения, в которых лидерство ставилось на первое место, то есть, власть над всеми. И под лидерством именно это и подразумевается, власть над... Ну, мы сейчас оскорбим всех наших братьев, потому что, по-моему, оно настолько широко сейчас эксплуатируется. Я не собираюсь оскорблять, но пусть братья позадумываются, кто употребляет это слово. Я ещё раз вредничаю на прощание. Это то же самое, что слово... Я его не люблю, но один раз скажу, секс. Мы так оперируем этим словом, оно для нас стало таким простым, таким... в то время, когда по русскому языку это просто ругательное слово. И в английском языке так же. Это ругательное слово и подразумевало незаконную связь между мужчиной и женщиной. В русском языке есть слово пол, в английском языке есть слово gender, которое подразумевает половую принадлежность того или иного человека. И секс, как в английском языке, извините, за выражение, Ярослав Дмитриевич. Знаете, я тоже. Я вполне солидарен с Ярославом Дмитриевичем. Это слово вошло вместе с тем развратом, который культивируется в наше время, который увеличивается и усиливается. Раньше ни в английском, ни в русском языке это слово так не употреблялось. А для обозначения полу в английском языке употреблялось слово gender, в русском языке употреблялось слово пол. И это понятно было, всем понятно. Но, к сожалению, с развращением мира вот это вот слово уже вошло в обыденный язык, оно используется уже в документации, хотя в некоторой документации всё-таки используется, я ещё много встречал слово gender, а не слово секс. Но это мы в лингвистику уклонились употребленно. Ну, видите, это не только лингвистика, это вход подобных слов в обыденный язык говорит о низменном состоянии общества. Об уровне мышления. И об уровне мышления. И, к сожалению, мы, христиане, поддаёмся подобным вещам, не задумываясь об этом. Итак, давайте мы закончим на том, что всё-таки теория, называйте это теорией креационизма, называйте это теорией творения, а так как вот и поправил меня, ну, я это имел в виду, это библейская основа библейское мировоззрение, что всё-таки это истинное, это возвышенное, это целенаправленное, и которое, как говорится, имеет значение не только для жизни здесь на Земле, а оно касается таких высоких материй, о которых мы даже, как говорится, не в состоянии помыслить. Речь идёт о духовном мире, который существовал, существует и будет существовать, а мы маленький фрагментик в этой вечности живём в материальном мире. И мы, такие вот материальные существа, фактически, мы бы не представляли себе интереса ни для самих себя, ни для Земли, если бы мы были только продуктом материи. Но так как мы всё-таки духовные существа, поэтому нас интересует духовный мир доматериальный и духовный мир послематериальный. То есть это действительно очень глубокая, серьёзная философия, очень определяющая такое мировоззрение, и каждый уважающий себя, хотя бы просто умный человек, должен очень серьёзно к этому относиться, по крайней мере, хотя бы задуматься. мы желаем держаться, потому что опять чисто практическое измышление. Когда-то я так доказывал себе, ну, хорошо, хорошо, если нет Бога. А вдруг Он есть? Вы представляете себе? А вдруг на самом деле Он есть? Что теряет человек, который живёт по принципам Бога? Ничего. Он живёт не хуже, он живёт честно, он живёт правильно, он живёт красиво, насколько, скажем, Бог позволяет там обстановку, потому что материальная среда, она разнится, очень разнится. Но, скажем, вот мы сегодня живём в таких благоприятных условиях, что действительно мы должны жить постоянно, ежедневно, ежечасной хвалой и благодарностью нашему Богу. Желаю вам такого же хорошего настроения и благодарности за свою личную жизнь, какой бы она трудной вам сегодня ни казалось, но это действительно ещё милость Божия, благодарение Ему за всё. Оставайтесь с Господом. Субтитры 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 Субтитры